Итак, сейчас я посмотрю, доски есть, все нормально. Что у нас сегодня будет? У нас сегодня будет продолжение Мирора. Значит, давайте попробую тему сказать красным. Мирор по принципу А и Б продолжение. Пункт номер два, который у нас будет. Тропикализация Хукаи. А вот здесь, извините, я забыл. Мы обязательно разберем то, что называется обобщенные комплексные структуры. И про обобщенные комплексные структуры нужно сказать две вещи. Сейчас обычно, когда говорят про обобщенные комплексные структуры, имеют в виду в смысле Хитчина. А я скажу, не в смысле Хитчина, а в смысле таких людей, как-то тут сложно. Витам, Герасимов, Варанник, Аптанцевич. Ну и, наконец, если успеем, мы зайдем до третьего пункта, а именно общая теория деформации комплексных структур. Поправильнее говорит, многообразие, наверное. По конце еще. Это называется замкнутые топологические струны типа ВСС. Это я все объясню. Это такой у нас план. Давайте я начну с напоминания того, что было. А было вот что. Мы разбирали человеку голомосных отображений в то, что называется историческое многообразие. Для тех, кто не знает, что такое историческое, я поясню по-простому. Суторическое это компактификация со звездочкой в степени n. Вы, наверное, спросите, а почему оно называется историческим? потому, что для простых людей Тор это С1 в степени n. Это Тор физиков. С1 в математике любят понимать как у 1. А для алгебраистов они работают на С. У 1 не бывает, она заменяется на С созвездочкой. Поэтому со созвездочкой в степени n это самое простое историческое многообразие. Ну, а дальше обсуждаются некоторые его компактификации. по сути делаем многообразия не того же вида. Вот, например, СП1 это С созвездочкой и мы к этому добавляем две точки ноль и бесконечность. Можете посмотреть что такое СП2? СС со звездочкой в квадрате, которому чего мы добавляем? Три. А сколько этих СП1 мы добавляем? Три. Правильно. Добавляем СП1 две раза. Замечательно. Вот, значит, мы возвращаемся к тому, что мы говорим. Итак, у нас есть отображение из СИГМА историческое многообразие. И идея заключается в том, что отображение СИГМА историческое многообразие голомосное представляется в виде СИГМА без прообраза компасифицирующего дивизора, которая отображается СС звездочкой степени Н. теперь СС звездочкой имеет линейную структуру. Естественно, линейная структура это R плюс ИФИ. R бежит от минус бесконечности до плюс бесконечности, АФИ равнодержится С1. И можно все записать в свободных полях. В частности, дельта-функция на гламурных отображениях это и есть интеграл ДП функциональный интеграл ДП от экспоненты П ДС плюс П звездочка ИФИ для рянута всей буквы И плюс формионы Теперь условие того, что точка Х, которая принадлежит сигнал, попадет в ноль или бесконечность задается ставкой гламурных токсов. Переходу на следующую слонечку В плюс-минус изденьки звездок обжарей ну и на следующую тонну и в токсове и и м и и и и и и и и и после чего все голоморфные отображения это интегралы по вставкам голоморфных давайте я поставлю в этом месте отрицательный знак почему? потому что я вам это уже рассказывал когда я говорил вам давайте я тут скажу вещь, которая мне сейчас представляется важной это пример еще чего? модификации теории поля с помощью локального наблюдения видите, вот теперь мы уже добрались до того чтобы увидеть что чтобы увидеть что чтобы увидеть как общие аксиомы наполняются в конкретном содержании давайте я вам сразу скажу на будущее чтобы вы знали что мы с вами разбирать не будем по крайней мере в этом семестре эта теория имеет обобщение сигма меняется на сигма 2 комплексную поверхность локальное наблюдаемое v плюс минус меняется на что? а вдруг догадаетесь? почему вы видите на эту линию? про образ нуля или бесконечности при отображении поверхности комплекции что будет? меняется на то что называется девизор то есть гламорфную кривую интеграл по положению в фрис минус заменяется на интеграл по гламорфным кривым от нескольких других величин запрещен а это означает что я не знаю зачем еще в этом сказать теория поля в которой отображаются поверхности cp1 ну вообще говоря в любое теорическое это на самом деле теория струн и не просто теория струн это теория струн взаимодействующая квадратичная теория возможно мы это все когда-нибудь изучим но сейчас я обязательно показываю вам дверь мы с вами договорились что мы идем по некоторому пути а я от вас не скрываю дверь так вот между прочим это как раз тех же самых струн обратите внимание что тут кривая гламорфная поэтому это теория струн которые гламорфно отображаются кое куда а именно в cp2 ну а именно в cp2 это очень приятно потому что оказывается что эти теории приятным образом самозамплены ну это все было такое замечательное но отступление как суммировать теорию струн мы с вами обсуждать сейчас не будем зато будем обсуждать как суммировать точки оказывается точки суммируются в просто-напросто в интеграл по σ от оператора в плюс-минус в действии то есть вот во что точку суммируются и очень хотелось бы смотрите что хотелось бы чтобы в плюс-минус были локальными наблюдаемыми которые еще и локальные функции от полей обратим внимание пока в плюс совсем не локальны а есть е в степени интеграла это соответственно не локальны наблюдаемые да видите интеграл стоит а этому хочется перейдем в другую картину где она локальная как это делается отинтегнируем в функциональном интеграле почти плюс все что угодно это на самом деле есть не что иное как дельта функция от dp отхода высекает отхода высекает что p можно представить в виде d y обратите внимание неожиданно базонное поле возникло из из импульса из один формы его не было раньше поэтому оказывается что d плюс минус есть в степени плюс минус y ну это вот то что называется ноль формы а те которые интегрируются в пространство это есть p p чертой и в степени плюс минус y тут есть конечно приятная тонкость связанная с тем что p на самом деле из интеграла фарфи может иметь совочисленные сачки но совочисленные сачки p приводят к тому что y на самом деле принадлежит окружности то есть нужно правильно поставить букву i ну вот по-моему с такой нормировки у меня все правильно это там зависит от того где у меня стоит буква и где у меня стоит буква и короче говоря действие равняется вот чему d y звездочку dr плюс e в степени y плюс e в степени минус y и пи с чертой плюс фермион это вот то что я рассказал про сыра сейчас я это повторил и сделал некоторые дополнительные комментарии давайте замечу что тут сигма это обязательно сфера понимаете почему и не только это еще потому что на сигма старшего рода положение нулей и плюсов не являются независимым знаете да что есть такое это выражение Абеля Якоби а значит для тех кто это не знает я это место подчеркнул и скажу что если на ответ f отображение из сигмы поверхности рода g ну например cp1 то множество нулей и множество плюсов удовлетворяет не знаете в каком уравнении в таком уравнении сумма должно уравняться n альфа плюс tau альфа бета m бета dn n а вот эта штука называется отображение абеля абеля якобы вы это слышали нет почему это так ну вот например можете попробовать построить мироморфную функцию с помощью вот этой функции как это увидеть давайте поговорим натуре это не функция она как-то по дурасту преобразуется да поэтому здесь такое предложение построить это вот минус омега 0 спрашивается будет ли это вот есть такая вещь как нечетная эта функция нечетная называется от поэтому назвать нужно я забыл как они называются там 0 1 2 3 4 там много значений давайте напишу от там равна одна такая ну как она преобразуется значит когда я делаю преобразование графонич модулярный да z переходит когда я делаю такое преобразование z плюс z переходит с чего там z плюс tau да что будет сверху не помните ну период он указывает общий характеристика общая из того что аргумент сместился будет возникать такая структура что там будет будет заведомо такая структа да будет такая структа будет от числителя знаменателя вот будет вот такого цвета давайте в крючку поставлю короче говоря это выражение вообще говоря не один спрашивается почему же оно не один а тут стоит что-то типа и пи или два пи я думаю стоит два пи короче говоря на то же самое короче говоря выстречит я думаю такое выражение да На Тау показатели, какие-то множатели надо, нет? Дело в том, что Вы говорите про умножение на Тау. У меня есть такое ощущение, что Тау имеется член с Тау, и есть он без Тау. Тут, по-моему, это, чем умножается на то, что называется 2ПИ, оно должно было взяться из характеристики. Я так думаю. Но в любом случае можете это самое посмотреть. А видите, я оставлю кавычки. Значит, если у нас не имеются две точки фундаментальной области, и они не совпадают, эта штука никогда не совочислена. Соответственно, чтобы эта штука стала совочисленной, я должен поставить такую вещь. сумму пожития. Вот так получится. Вот такая штука, которая может быть совочисленной, и когда Жит, берется от единички до какого-нибудь числа n. Это степень. Это выражение. Что неудивительно. Хорошо. Предположим, мы это все обсудили. И про отображение обели якобы обсудили. То есть можно продвинуться дальше. Тут я давайте поставлю вопрос. Как учесть отображение обели якобы? Я четко могу сказать, не знаю. Могу так сказать дипотезы. Что нужно теорию, вот эту вот. Нужно связывать с какой-то теорией плоских связностей. Которая не тривиальна именно в старших родах. Ну вот. Теперь вернемся к исходной задаче. Исходная задача, будем знать, что у нас получилась модификация теории. Что нужно сделать? Пункт номер один. Добавить q. Легко увидеть, что q входит так. В плюс стоит заменить на q 1 2 v плюс. И v минус стоит заменить на q в степени 1 2 v минус. Почему q 1 2? Потому что степень, это число в плюсов, оно же число в минус. Можно было бы сказать по-другому. v плюс умножим на q плюс, v плюс. v минус умножим на q минус, v минус. И скажем, что q плюс на q минус равняется. Так. Отворим, что у нас бывает, например, для cp2. для cp2 легко увидеть, что бывает вот что. в минус. Это c с звездочкой в квадрате плюс 3 дивизора. и в минус. И в минусе. член. От двух дивизоров, отвечающих нулям первой и второй координации, и плюс будет еще вот такой член. И в степени минус Y1 минус Y2. В однородных координатах, я попробую объяснить, что это такое. Вот это вот, это бесконечность. Правильным образом добавлено. По другим словам, это дивизоры Z1 равняется нулю, Z2 равняется нулю. А вот это, это на самом деле Z0 равняется нулю, который вот таким вот образом пишется. Ну и сейчас вот про это рассказывать не хочу. Я хочу рассказать, что же за теория такая получилась. Есть такая наука, называется теория Ландау-Гинбурга. Ее все привыкли писать таким образом. X Лаплас X чертой плюс 3D чертой X. И говорит, что полей Пи и Фи. Пи и Фи. И мне одна сторона. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Это вот теория Ландау-Гинбурга. Товарищ Виттон говорил, сделаем квист. Так что Пи будет 1 формуле, а Пи 0 формуле. И если мы сделаем квист, то неожиданно мы видим, что дублевая чертой члены неконформные. Их нужно умножать на корень G. Метрика. Поэтому все хорошо знают, что теория Ландау-Гинбурга неконформная. О, я забыл себя включить в видео. Давайте я включу все что. Теория Ландау-Гинбурга неконформная. В свое время, в 88 году, люди говорили, а мы ее сделаем конформную, изучая однородные W. И когда эта теория протечет в конформную точку. Понять это было сложно. Потому что как теория протечет в конформную точку, было не очень под контролем. Особенно, теперь смотрите, у нас W во всей экспоненте. Поэтому такая штука не в такую конформную точку, наверное, не протечет. А протечет в массивную точку. Поэтому это явно не то. Радикальное предложение заключается в том, что нужно не просто сделать квист, нужно еще положить W с чертой равное нулю. И тогда плохие члены замечательным образом исчезли. Но так, если тоже иди все. Смотрите. То видите, в теории Ландау-Гинбурга тут стоит х и их чертой. Они комплектно-сопряженные. А в том, что мы получили, то есть два разных квадрата R и Y. Причем Y компактная, а R, понятное дело, не компактная. Поэтому эта-то и есть модель B. Нравится или не нравится. А то, что мы получили, это мы получили модель, которая называется Y. Она отличается тем, что вместо X и их чертой, тут Y, который принадлежит S1, а X чертой R, который принадлежит R. И дальше нужно сказать, что ответы в модели B могут получаться из ответов модели Y иногда. в аналитическом продолжении. А если не получаются? А если не получаются, то, извините, преобразование, которое мы сейчас сделали, оно точное. И если не получаются, то, извините, именно за этот счет эти модели неэквивалентны. Итак, модели буквально неэквивалентны в роде отличного нуля. А у вторых семейцы тонкой с аналитическим продолжением. поэтому этот подход и называется A и B. Как вы помните, А и B сидели на трубе. А упало, B пропало. Что осталось на трубе? На трубе осталась теория И. что от A мы ушли, а до B не дошли. Поэтому это называется A и B. Но от чего мы на самом деле добились, изучая модель A и B, мы добились одного позитива. Инстантоны инстантоны просуммированы так, что возможно аналитическое продолжение. Вы видите, инстантоны собрались в деформацию суперпостенциала. А суперпостенциал может быть уже большой. Это и есть достижение. Я думаю, нужно продолжить, изучать свойства этого преобразования. Значит так. До Извините. До Мирора Q симметрия это был оператор Дорама. И мы говорили почему. Тем он на самом деле порождался. он вот такими ступнями порождался. Он вот такими ступнями порождался. Спрашивается, что получится после? После преобразования. Заметим, что после преобразования у нас возникает следующий оператор. Я вот так вот условно говорю P. Сразу же вот P имеет операторное разложение только с R. с R. Давайте вместо P, как можно поставить уже величину, которая называется до Y. Давайте я честное форму уже запишу. они имеют полюса с R. Они имеют полюса с R. Понятно, потому что Y из него же сделали. У нас пенсионт какой? R на окно с Y. Поэтому Y с Y не это самое. Они пропагируют. Поэтому Q систематически это Пси плюс Пси чертой греха ДР при аналитическом продолжении ДПДР перейдет в ДПДС чертой. Возникает структура Пси плюс ДПДС чертой это уже называется Дальго. Опа. Мы видим, что оператор ДРАМА перешел в оператор Дальго. Вот оказывается еще не все. Дело в том, что теория она возмущена оператором В2 умноженной на путь степени 1,2. Теория Знаете ли вы общую теорему о том, что она происходит с сохраняющейся величиной при этом? И так была теория. Действие было инвариантно относительно операции Q. Операция Q отвечал ток. Какой будет ток, если я посмотрю такую формулу где ДВ1 это ошибку это ошибку, которую все время делает товарищ Уиттон. А ему товарищ Уиттон все время любит говорить так. из того, что у нас величина посмотрите, какая ошибка есть. Я ничего не боялся, я по-русски говорю. А он по-русски не знает. Ошибка Виттона. Смотрите, Q от В2 равняется D от В1. Поэтому наивно можно было бы думать, что действие инвариантно относительно Q. Правда ведь, да? И поэтому Q это по-прежнему симметрия в продеформированной теории. Правда ведь, да? Оказывается, нет. Неправда. Неверно. Знаете, почему неверно? Потому что симметрия квантовой теории поля задается террелятором и током на поверхности с границей. не не возникает содержательный горничный член. Эту простую теорему в курсах сколько Т забывают. А очень зря. Давайте покажу, что забывают. сток верна в любой размерности. пусть есть сигма. Это сток от границы сигмы. Размер на сигму не важна. Тот факт что идет сток проявляется в том, что интеграл от йота под сигму под коррелятором с рамковым отверстием и так угодно. Теперь продеформируем чего-либо. Я беру ластик, возьму не ластик, красный цвет отверстию. Ладно, лучше я перерисую. Это та самая сигма. Вот есть точка z. И в эту точку z я вставляю vr2. И интегрирую по сигму. Это деформация теории. Что я теперь могу сказать про террелятор. йота по з сигме. Тут будет стоять v2 от z. И интеграл по z, принадлежащий сигме снаружи. Давайте я напишу vd. Чтобы было понятно, что это будет в любой размерности. теперь это совсем не граница. Теперь член я могу переписать ну, со знаком минус, наверное. По интегралу по границе гамма z. от j ввд с точки z. Где у меня ридео на z? Вот она ридео на z. а дальше что это такое? Это и есть действие на самом деле q. Я вернусь к поводу. Именно это мы и называем q на vd. Никакой незаменной переменной в функциональном интеграле. То, что функционального интеграла вообще говоря нет. Кимметрия это внутренняя операция франтовой теории поля. Которая отвечает тому, что мы только интегрируем по границе вокруг локального локального наблюдателя. И вот теперь мы говорили, что это d это d драма, так скажем, не вот это. vd-1. Там, где использовательства не будет такая. где чего-то сначала. Ну, хорошо. Чтобы d его путались между чего, я поставлю другое. Ну, не полениться. Поставлю другое. Да, большое. д это димсиль. И теперь обратите внимание, что произойдет. теперь у меня как штука благополучно высадится по границу. И получится интеграл по d сигма от пиралятора vd-1. С точком минус. это означает, что в первом порядке по t верного чего. интеграл по d фигма j плюс t vd-1 плюс t в квадрате плюс и так далее. то есть в деформированной теории деформируется и симметрия. И вот эта вещь как-то никак покоя не дает. Алло. для такой vtf комплимента находится или есть препятствия для произвольных деформаций. Значит, давайте как по-рубочку. Вопрос о существовании деформации в порядке t в квадрате я не изучал. Поэтому существование высших да. Это хороший вопрос, Серёша. говорит такую вещь описать репертия в квадрате в квадрате и так далее. Я думаю это будут некоторые высшие операции. Я это просто не изучал. Вопрос очень хороший, очень интересный. так. Я тем не менее, значит, продолжил. Это означает, что теперь симметрия в модели это не просто psi плюс депто дея. Смотрите, что и в этом бывает. Там бывает еще такой член. пи минус пи чертой на е степени у. у. Это будет е степени минус, е степени минус. Это минус. Вы осознали, откуда берется. он берется из того, что здесь стоит операция g, которая перерабатывает 0, наблюдая, в 1, наблюдая. Ну вот, тем не менее, будет добавочный член. Первый вопрос, как же добавочный член, нужно воспринимать. то есть, если добавочный член на функцию только лишь от y, то контракции нет. И это будет на самом деле нечто типа пи минус какого-то. ммм, виноват. Это будет d под fc минус на w от y и степени. То есть, вот так он действует на функцию, не зависящую от r. на функцию зависящую от r есть дополнительные контракции. и степень к в в в в в в в в Давайте посмотрим, что получилось. Дополнительные контрации пропорциональны к величине ДФДР. Дополнительные контрации пропорциональны к величине ДФДР. ДФДР. Тут поставлю ДФДФСИ минус WS трехотек. Вот это честная. Некоторая честная запись вот такая. Давайте я не буду проверять. Я, честно говоря, не очень проверял. Псих волной плюс и ДФДФСИ минус коммутируют. Поэтому мы можем так записать. Похоже на то. Важно, что после аналитического продолжения это будет ДС чертой вот отсюда плюс действующие на кого? На поливе вторые со значениями в 0 звездочкой дифференциальных формах. Откуда они вообще взялись? Функция от Х, Х чертой. От Т плюс я хочу поднимать как ДХ чертой. А Пси минус как некоторое Т. Вот давайте я вот эту формулу. Которую физики после 74-го года знают как суперзаряд Иандалу Гинзбурга. От физики также знают. Мы сейчас неожиданно обсудим с точки зрения современной математики. Голубой свиститель в современной математики. Голубой свиститель в современной математики. Современная математика это совсем не современная геометрия. Современная геометрия Ландау Дубровина и Новикова-Менция. Эта математика примерно 30-40 летний год. Вот мне Агромов, который вот здесь, Миша Агромов, профессор Ихерсов, в геометрии сказал, что математика Ландау Дубровина это математики 17-го века. Ну вот так и я скажу, что современная геометрия это не это. Я вам расскажу про то, что такое это, но я думаю после перерыва, я не знаю, потому что нельзя говорить. Больше сейчас их подряд. Сейчас будет небольшой перерыв. Потом продолжим. Хорошо? Алло. Да. А если мы умираем А и В, то в том, что я вам рассказывал, вы можете следовательно там с творением, если там на работе, в Аске, да, вы можете наградить их с вами. Нет. А вот, люди из дома вытудились, но как они могли понять, как бы вот Ландау Дубровин и с Миром что делать с Бликсом. Вот в том некотором моменте в работе 2000-го года я вам рассказал. Мир это, как можно сказать, есть одна модель, модель, другая модель. Одна модель модель типа А, другая модель модель типа В какая-то. Каким-то эффективным суперсенциалом. Должно понять, чему равен суперсенциал, мы ведем одно неспособное вычисление, несколько суперсенциал, одновременно. Это буквально то, что сказал Павлович Васильев. То, почему у него есть работа, где он делает это неспособное вычисление, на полуцентрическую команду, на полуцентрическую смыслы, и вытворить. Понятно слова. На таком вот этапе, да, при этом все шведы, которые будут точные, он как в квадрате. Чтобы на таком выгляде, никаких преимуществ, тонких вещей, это зависит от патологии, или то, как бы, что избрали запись в свои, поплатить невозможно. А вот то, что мы сделали, это мы сделали ручку. Мы нашли эту ручку, пространстве карты и опыта, то, что нам нужно сделать, то, что я знаю, которые реально только в тех, кто в этом, в культу и залпы, вообще ли, в эквивалентской реформе. Вот поэтому я как бы, мне легко подтверждать, что делать надо так. Вот, ну, дальше все это остается, да. Вот, ну, дальше все это. Здравствуйте. С clapping. Расскажите. С clapping. Расскажите. Расскажите нас в течение дня. Задача у меня сейчас в продолжении рядом придет статья вторая. Задача надо в следующий раз. Да, пройдет, пройдет. В следующий раз он в последний период, но мы только раз в следующий раз. Да, вот. Это то, что в копейке, где-то вынесет охота. И архангелем уже дам. 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 Спасибо. Спасибо. Угу. 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 Да. Вот говорите, что я специфирую, но можно его посмотреть. Функт номер один. Вы сейчас понимаете, что струны – это не такая диетическая концепция, а продолжение науки, которые в основном твоей теории были. Угу. 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 Вот так. Угу. 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 Это от którzy взять. Отлично, поэтому, так сказать, теория – такая и никак не ничего это объективно молодые Поэтому я вижу, что это первый слайд, кстати. А есть то, что называется феноменологией и архиологией. И он, конечно, полноценный, а не стирает. А так можно вдруг не установить свой из-за феноменологии. Ну, так, брали вот так. Я, когда из них, я обрам и цепь вас, весь измеряется. И смотрим, что получается. Ну, а мы потратим 400 рублей на тех, на тех, на тех, на тех. В то время, вместо того, чтобы продавать феноменологию, опять же, какой-то способ взятый, так массовый феноменология, то есть, как массовый феноменология, то есть, как массовый феноменология, то есть, объекты выбирают. Он знает видно, как то, что на русском ему не даст. и сейчас пробьют. А здесь нам стоит. Потому что на ряде и в коре, когда звали я сформенная керемоменология, Это лекция есть на самом деле на видео, на близкие субтитры, 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 субтитры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Для этого нужно тыс livado Спасибо же! Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Продолжение следует... ... Субтитры создавал DimaTorzok То есть я уверен, что мне будет интересно музыка, естественно, работа скучная, я бы не встал, но под этим, наверное, можно было вправо. То есть в месяц, ну и суток, суток, суток. Ну, мы вроде хотели семинар, когда мы сделали антилюрсанг? Да, это же, конечно. И семинар сделать антилюрсанг по переработке. А можно? Ну, можно, конечно, подождать, чтобы кто-то наверняка, я думаю, впускай все это. И хотя он что-то объясняет. А вам надо объяснять, но это что-то знать заранее. Так, ну что, поехали дальше? Алло. Продолжаем. Мы продолжаем. Совершенно неожиданно заход совершенно другого конца. Под названием деформация пространств современной геометрии. И неожиданно окажется, что Вандау-Гинбург – это частный случай общей деформации пространства. Начнем с мотивацией. Просмотрим пространство как алгебру. Ассоциативную. Умножение устроено так. В паре функций становится в соответствии с поточное произведение. Деформация. Как устроено? В паре функций ставится в соответствии с поточное произведение. Плюс Вы, наверное, знаете вот такая штука. и вот такая это F1, F2. И вот такая вещь. Продолжение следует... Что значит происходит? Значит, имеется деформация многообразия с помощью B-вектора. Давайте подберем еще какой-нибудь пример. Стоянное многообразие устроено так. Ну, со другой буквой. F от X равняется 0. Когда это столько не что иное, как и гомологии... С кого? В пространстве функции от X, X, X... Дифференциалы, которые здесь вот чего. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что F от X... Это есть Q от X. И более общего. F от X на G от X... Есть Q от X от X. Поэтому это то, что отправляется 0 уравнением. И это есть на самом деле... Что иное, как уточное нечто. Ф от X... По этому... Пространство... Задаваемое уравнением X от X от X от X 0... Это на самом деле суперпространство... С векторным полем. Q который вот такой теперь продеформировать теорию плохо говорю теорию продеформировать пространство это означает ну вот например в втором случае продеформировать Q еще один пример комплексное многообразие нас интересуют функции F-A-P-X зеломорфный Можно сделать вот чего. Они не все иное, как и гомологии. Оператора вот какого. Который действует на пространстве функции от x, x чертой, x чертой. Давайте я поставлю индексы. Выясним, что вот это такое. Это есть не что иное, как пространство гладких того, но и звездочка формы. А q это просто доисчетует. По крайней мере, в примерах 2 и 3. Как мы деформируем q? Так, я секундочку. Разве у нас, к примеру, в третьем примере, кроме галаморфных функций, не получится еще чего-нибудь? Конечно. Какие? Какие? Совершенно правильно. Сережа правильный вопрос задает. Я хорошо, спасибо. Это правильный вопрос. Сережа говорит, может, может, вместо галаморфных функций получится с гомологией, да и чертой, которая, вообще говоря, формы разной степени. При этом, при этом говорится, функции, вот смотрите, видите, получат формы разной степени. теперь говорится, что идеям о чем? Так и надо. На специальных пространствах, которые называются афинные, с гомологией, да и чертой, Это правильный рецепт. Это правильный рецепт. На остальных с гомологией, да и чертой, правильная замена функций. Точно так же, как как с гомологией оператора BRST, правильная замена Вариантных функций. Правильный рецепт. Давайте я сделаю отступление на минуточку. Это общая математическая логика, придуманная еще картиндиком. Мы хотим определить какое-нибудь понятие. Это какое-нибудь понятие мы формулируем как гомология некоторого дифференциала. Но гомология дифференциала существует в более общем случае между это понятием. Поэтому именно гомология дифференциала является правильным продолжением понятия. Вернемся к вопросу про то, как мы деформируем D с чертой. D с чертой мы деформируем, оказывается, не абы как. В геометрическом случае мы говорим, что D с чертой деформируется в D с чертой плюс μd. это дифференциал бентральный. Значит, компонент я сейчас напишу. Деформируем 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 гомология мы представлены в следующем виде. это скобка μ и как бы его назвать и бв и бв значит, давайте я вот про это сейчас по-разному поговорю. я хочу воспринимать ню и чертой ж как векторное поле с значениями в 0,1 формах ну или более общую, тесную, я хочу это воспринимать как функцию от x и с чертой и с чертой это же равную мю от x и с чертой это я назвал функцией это такая вот функция на скрепространстве отличающая мю теперь пи я введу бв это такой оператор давайте я лучше даже тут напишу не скобку а грунтированный коммутатор теперь теперь выясним что пи бв коммутатор с ню это что будет? это будет векторное поле тут на самом деле знак минус потому что видно что ню в данном случае четно это будет векторное поле какое? ню пи чертой дпдх как надо плюс второй член второй член будет устроить так дпдт это на что там да? на дпдх там от ню так при действии до функции это слагаемое уходит и потому все получается поэтому у нас d с чертой деформируется d с чертой плюс f 0 с ню коммутатор ревроры а вот теперь такая идея заменяя с ню на f поле где по следующей страничке красным красным f поле это произвольная функция от x 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 и чертой это что хочется чтобы поле был отчетный тогда дифференциал будет нечетный будет нечетный потому что pvv нечетный замечательно что бывает ню бывает ню вот такой j который мы только что изучили такое бывает такое еще бывает бывает самый простой w такое еще бывает вот вот что можно написать в альф омиду ну и самые простые пишут то что это бывает но и всем им отвечают некоторой деформации. Если вас интересует товарищ Итчин, то это что-нибудь вот отсюда. В общении с Итчином. Видите, форма стоит. Но мы сейчас среди всех этих информаций рассмотрим вот такую. Тогда D чертой заменится на P, B, V, W. к коммутату. Тут будет стоять. Ой, виновата, это снизу. Вот тут будет стоять. С точностью то, что у нас. Продолжение следует... Давайте посмотрим, что такое струнная интерпретация этого пиво-в универсального. Оно уже получилось из обобщенной диаметрии. Интерпретация вот такая. Что такое d по dc и d по dx и c? Это просто то, что называется оператором g0-. Напомню, что g. Напомню, что q равняется... Пси на что? Пси на dx, на dy, да? А g равнялась... Пи... d на dx... Ой, вина тут интеграла нет. Соответственно, g0 на f. Что означает? Что означает? Вначале мы хотим две контракции. Для этого запомним, если у нас есть t от z, dr, то стоит f от r, y... c... c... c, c... 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 Коль делает вот чего. Там есть два ПСИ. Одно имеется... Да, ПСИ и ПСИ. Это Ж0. Поэтому совершенно неудивительно, что... Ж0-... Это есть вот чего. Где под этот... Где, понятное дело... ТС равняется ПСИ минус ПСИ с чертой. Оно еще есть ПСИ плюс. Теперь что означает формула? Виноват. Дей с чертой плюс... Ж0-... Минус... W. То есть, в существовании этого штука... Это есть интеграл... От Йота... По границе. А вот это откуда взялось? Это есть не что иное, как интеграл W1 наблюдаемое. З0-... 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 Л0 плюс Л0-... Это вот что такое. Такое вращение точки по окружности. З0-... 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 вот и тут я хочу вот так режиме могу сделать Все так и должно было быть. Обобщенной деформацией комплектной структуры отвечает вот что. g, которая отвечает пиву в, а функция отвечает поливекторные поля. Поливекторные поля с значением в 0 звездочков формах. Так что вот такая модель ландоуги. Это мы разобрали. В общем, давайте расскажу, что здесь забавно. Забавно вот что. Мне последний комментарий нужно сделать здесь. И его я сделаю красным. Важно, что деформацию обобщенной комплектной структуры можно сделать не только в виде ряда, но и глобально. И еще должно стоить. Это и есть суммирование им стандарта. И пленюсь. А вот теперь осталось немножко времени. Я хочу выполнить вторую часть. Я не хотел бы ее вставлять на следующее занятие. А именно протикализация голоморфской дискуссии. А сейчас что тут имеется в виду? Имеется в виду вот что. Мы с вами говорили, что есть пространство X. Есть на гранджеу под многообразие L. И мы изучали неожиданные голоморфные диски. Теперь пускай у нас X это S-развездочкой какого-нибудь чьего пространства, которое мы назовем N. Имеем право. Это замечательное симплитическое пространство. С экономической и симплитической структурой. В нем бывают разные лагранджеу под многообразие. Есть по гранджеу под многообразие, которое хорошо проектируется, на все N. Как вам сказать? Эти. Вот рассмотрим именно их. Отдельно очень интересно посмотреть, а что будет, если мы другие будем рассматривать. Но тем не менее. Рассмотрим те, которые хорошо проектируются. Тогда они задаются чем? Чем? Чем мы задаем лагранджеу под многообразие? Производящие функции. Правильно. Которые мы так запишем. По ИТ есть ДФ, АТ, ОДХИТ. А номер многообразия. А теперь давайте посмотрим, что будет происходить, если мы выполним скалирование в P, перейдем в лямбда P, где лямбда будет стремиться к нулю. Все как-то прижмется. Спрашивается, что же получится? Во-первых, давайте выясним, что такое критические точки. Ой, не критические точки. Что такое точки перетечения? Лагранджеу под многообразие. ЛА пересекает с ЛБ. Что это такое? Это означает, что P с одной стороны ДФА по ДХИТ, а с другой стороны P ДФБ по ДХИТ. Посюда вытекает. Это ДФА по ДХИТ ФА минус ФБ равняется нулю. То есть это критические точки разности. Думаю, теперь уже понятно, как устроен фротикализация. При проектировании на N. Голоморфные диски. Сидим. Сидим. Дадут граф. Вот толщина этой штуки будет в порядке лямбда. Лямбда, стремящаяся к нулю, это и есть граф. Понятно, да? Если неподвижные точки, это критические точки разности. Но совершенно неудивительно, что траектория графа неудивительно. Какая-то градиентная траектория. Какая-то градиентная траектория. Поэтому совершенно неожиданно. Голоморфные диски. Голоморфные диски. Голоморфные диски. То есть получается конструкция, которую мы на самом деле уже видели. А именно, мы бы сказали, что возникает квантовая механика на деле. При этом на каждом лямбре имеется или В, который есть D и В. В это, конечно, В, А, В. В, А, В, А, В. Вот такая примерно, что возникает. А бесконечная структура, получающаяся из беломорфных дисков, вырождается в бесконечную структуру. Получаются все из графа. Спросите, что это за метрика такая? О том, что метрика нужна, чтобы определить комплекс на многообразие. О том, что мы пока определили только симпатическую структуру ответной звёздочкой. А нам нужна комплексная. Будут ли комплексные структуры достаточной армитовой метрики? Достаточно метрики на n. Тогда нужно взять, требуется метрика, наверное. Нужно взять метрику на n. Потому что метрика плюс симпатическая структура вместе даёт всё, что нужно. В общем, метрику на n с некоторыми дополнительными условиями. Но что бы мне тут было более важно, это то, что ответ в теории, в которой есть голоморские диски, оказался равен ответу в теории, в которой есть графа. И возникло удивительное явление. Ответ через диски равен ответу через графу. Это означает, что иногда теория струн эквивалентна теории поля. И то, что мы видели, это то, как это происходит. Вот, оказывается, можно делать такого рода деформация и вырождать теорию струн в теорию поля. В дальнейшем, а именно в следующий раз, мы увидим, что это происходит не только с открытыми струнами, но и с замкнутыми. С открытыми струнами это просто произошло на глазах, а с замкнутыми струнами мы это обсудим в следующий раз. То есть в следующий раз, поэтому мы обсудим вот чего. С чего я это доверю с центра? Обобщенная. Так, тропический эквивалент. Замкнутых струн. Это, как бы, вот первое, что мы обсудим в следующий раз. Это, как бы, вот первое, что мы обсудим в следующий раз. Вот. Ну вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...